Я не Максим или Айдар. Чтобы создавать схемы и работать с Шершовым. И если в будущем кто-то начнет с ним создавать серые схемы и сотрудничать, кто бы это ни был, будет задержан. Сейчас времена другие. Сейчас ты должен возместить государству сумму в сто раз больше той, что украл. Так Садыр Джапаров ответил на вопрос журналиста информагентства Кабар об Алексее Шершове, вокруг личности которого много обсуждений кривотолков. Началось все после прибытия Шершова в страну 10 мая. Он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Коррупция». 12 мая его отпустили под домашний арест. Следствие продолжается. Шершов рассказал о том, что некоторые из членов Ременного правительства и власть имущих в 2010 году завладели имуществом Максима Бакиева, в том числе в пансионате «Аврора плюс», вместо того, чтобы передать его на баланс государства. По словам политологов, таким образом будут выявлены и другие факты о деяниях членов Ременного правительства. Президент в интервью информагентству Кабар отметил, что если он встречается с Шершовым и получает информацию, то делает это в интересах кыргызского народа. Ранее в парламенте ряд депутатов высказали критику относительно освобождения Шершова. На это президент дал свой комментарий. Он заявил, что есть депутаты, которые до 2010 года работали с Шершовым. Он выразил мнение, что, скорее всего, они беспокоятся о том, что Шершов может рассказать о том, как и сколько денег они украли до 2010 года. В отношении Шершова по состоянию на момент прибытия на мае действительно уже не было. По двум уголовным делам он, по одному уголовному делу он заплатил штраф в соответствии с решением суда. И по второму уголовному делу опять-таки судебные станции вынесли решение о прекращении судебного производства в связи с истечением срока давности. Ну и когда звучат такие заявления, они больше напоминают манипуляцию. Когда люди, казалось бы, политики должны быть грамотными, взвешенными, вводят в заблуждение жителей страны. Напомним, сразу после возвращения Шершова его ареста в обществе стали высказываться различные конспирологические мнения по этому поводу. Тогда глава государства сообщил о предоставлении Шершовым информации относительно незаконных действий с имуществом на территории пансионата «Аврора-плюс». Он также опроверг возможность возвращения в Кыргызстан Максима Бакиева. Еще тогда президент признался, что причиной его комментария по этому поводу стало то, что многие критики власти имеют отношение к этому делу. Но как ни в чем не бывало, громко и беспочвенно критикуют руководство страны. Глава государства тогда подчеркнул, что его, в первую очередь, волнуют интересы государства и народа. Президент в интервью информагентству Кабар также назвал слухами и высказывания о том, что он собирается билять Курманбека Бакиева. Он считает, что их распространяют различные провокаторы. Комментируя передачу нескольких учреждений, Министерству цифрового развития Садыр Чапаров сообщил, что ГКН Бэгин прокуратура МВД не позволит. Министру цифрового развития Таланту Иманову и подозреваемому в коррупции Алексею Шершову создавать схемы. Глава государства отметил, что исследовал причину, почему экс-президент Сорун Байджинбеков три года подряд говорил цифровизация, но не смог ее реализовать. Оказалось, что никто не подчиняется друг другу, и каждый находится порознь. Каждый хотел стать главным. Мало того, если бы цифровизация реализовалась, то главы учреждений лишились бы кормушки, из которой они по сей день едят. Поэтому до сих пор не только министры, но и рядовые сотрудники препятствуют этой работе. Некоторые представители этих учреждений были у меня на приеме и плакали, приводя отговорки о том, что нельзя их соединять в одно министерство. Мы поняли, что за этим стоят личные интересы. Эти же люди могут идти к депутатам и ввести их в заблуждение. Парламентарии верят этому и начинают кричать с трибуны, а в некоторых случаях они хотят сделать своего человека министром или руководителем того же Достана. Такова природа парламента. В итоге пришли к такому решению передать ТНК «Достан», «Каргазтелеком», «Альфателеком», «Евразийский сберегательный банк» Министерству цифрового развития и через него осуществлять цифровизацию. Самая основная причина также связана с ускорением реализации проекта, а также с сокращением расходов при внедрении цифровизации на всех национальных экономических платформах. Сегодня президент обширно прокомментировал ситуацию с цифровизацией. В современных реалиях процесс цифровизации является очень важным. Для ее развития в первую очередь мы должны внедрить новые технологии, государственные органы, такие как акцион, школы, садики, налоговые службы, чтобы упростить обслуживание граждан. Президент подчеркнул, что поставил перед министром Талантом Имановым задачу выполнить эту работу за год. Сады Жапаров отметил, что уже прошло два месяца, мы должны не мешать, а поддерживать. Если в указанный срок не выполнить задачу, будет привлечен к ответственности. Сады Жапаров подчеркнул, что все, включая министерство, в руках государства. Сейчас нет возможности для распила. Если будут воровать, то будут возвращать в стократном размере. Поэтому, кто бы ни кричал, не забывайте делать анализ, заключил президент. Сады Жапаров прокомментировал и решение Бишкекского городского суда об отменении. Штраф о Кумтору в размере 261 миллиарда 700 миллионов сомов за складирование отходов на ледниках. В интервью президент сообщил, что договор между Кумтором и Кыргызстаном вступит в силу 4 июля. Дам полную информацию после вступления в силу договора. А насчет экологии остаюсь при прежнем мнении. Да, экология разрушена. Изначально неправильно разрабатывали рудник. Управляли некомпетентные люди. Поэтому там было много катастроф. Около 100 человек погибло. В 2019 году погибли 2 человека. Даже тела не нашли. И впредь будут катастрофы. В этом ни я, ни Тенгиз Бултурук не виноваты. Когда и что произойдет, знает лишь Бог. Не забывайте об этом. С начала работ в 1990 году все было неправильным. Если бы управляли профессионалы, такого бы не было. Садыр Джапаров заметил, что власти решили вопрос Кумтора на 99% в пользу народа. По его мнению, по Кумтору негативно высказываются только те, кто не смог устроиться в компанию на работу или не может завести свою старую технику на Кумтор. Сейчас не те времена, чтобы использовать технику 1941 года. Кумтор теперь принадлежит государству. Поэтому сейчас к оборудованию и технике особое внимание отметил президент. И подчеркнул, что если впредь кто-то будет шантажировать, то будет привлечен к ответственности. Прокомментировал президент и сроки начала строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. По его информации, этот процесс начнется уже в следующем году. Садыр Джапаров отметил, что у России нет возражений по этому проекту. Его реализацию президент обсуждал со своим российским коллегой. Даст Бог, мы начнем в следующем году, если проект железной дороги завершат в этом году. Проект готовится с участием трех сторон. Если эта дорога будет построена, мы выйдем из пропасти и станем транзитным государством. Будут рабочие места. Да, наша экономика будет процветать. С момента становления независимости Кыргызстана пытаются развить этот проект. Но ввиду различных проблем, этого сделать не удавалось. Строительство железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай станет прорывом для нашей страны, сделая ее транзитной. Это вызовет подъем экономического состояния Кыргызстана. Отметим переговоры о строительстве железной дороги из Китая в Кыргызстан, которая потом пройдет через Узбекистан, Иран, Турцию и соединиться с Европой, велись почти 20 лет. Ради кабинет министров уже сообщал информацию о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Так, 21 мая в Кабмине заявили, что строительство дороги планирует начать уже осенью этого года.